Курмитар Птестер, Ортал Коммуникация, Лархазмед, Баспортсель, Конференция, Ларда Жагастрамас. Уважаемые коллеги, мы продолжаем пресс-конференцию о развитии транспортно-логистической инфраструктуры. Сегодня в первую половину дня мы получили информацию о развитии автомагистрали. А сейчас у нас в гостях представитель национальной компании Казахстан Тимуржола. Разрешите представить. Президент АОК «Этежэй-экспресс» Санжар Бахатыч Илюбаев, заместитель директора филиала Казахстана Тимуржола, Центр развития транспортной логистики Абдурашид Сатенов. Добро пожаловать. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, дамы и господа. Разрешите представить вам реализуемые нами проекты в области транспортной логистики. Если можно презентацию. Первый слайд, пожалуйста. Если посмотреть по структуре товарооборота, то примерно к 2020 году ожидается очень серьезный рост товарооборота между, в первую очередь, основными драйверами трансказахстанского транзита – это Европа и КНР. То есть товарооборот будет достигать порядка 1,2 триллиона долларов. Поэтому я хотел бы продемонстрировать, как мы логистически и географически выверенно следуем политике программы главы государства Нурлыжол «Путь в будущее», «Лучевое развитие». Если обратите внимание на слайды, то в первую очередь это внутренняя транспортная инфраструктура, сеть транспортно-логистических центров, которые уже построены и которые будут строиться, построены в Астана, Шымкент. Также мы берем северное направление расширения порта «Октау», который позволит увеличить перевозки сухих грузов в 4 раза. Соответственно, немаловажную и стратегическую важную роль играет сухой порт СЭС-Харгос «Восточные ворота», который создается в первую очередь для логистических, индустриальных операций, будет нацелен не только на транзитные функции, также будет нацелен на функции по логистическим операциям для стран таможенного союза, который позволяет использовать все налоговые и таможенные преференции для того, чтобы проводить определенного рода производственные логистические операции в сухом порту, в логистической зоне, индустриальной зоне. Если посмотреть дальше наше лучевое развитие, то мы планируем наше присутствие в таких городах, как Москва, Новосибирск, Екатеринбург, тоже большой потенциал. И последний виток лучевого развития мы планируем уже с учетом построенной инфраструктуры в порту Ленинганя. Это очень успешный проект, и он сейчас в полной мере реализуется. Также мы планируем его дальше расширять уже с прицелом на страны ШОС. Соответственно, планируем наше присутствие также в европейских странах. Уже есть стратегические партнеры, уже осуществляем перевозки из Китая в разные европейские направления, что немаловажно, мы уже начали перевозки осуществлять из Европы в Китай. Очень серьезный интерес есть от потенциальных клиентов. Работа идет. И вот заключаем уже контракты напрямую, участвуем в тендерах, заключаем напрямую контракты с китайскими муниципалитетами для осуществления контейнерных перевозок. То есть за последние пять лет количество контейнерных перевозок и контейнерных поездов увеличилось в 15 раз. В этом году мы планируем еще увеличение в два раза. Потенциал очень большой, существующие договора уже есть. И в этом мы будем активно использовать всю нашу инфраструктуру логистическую, в которой мы планируем участвовать и уже участвуем. Также в северо-южном направлении мы планируем наше инфраструктурное присутствие в таких стратегически важных городах и портах, как Бандерабас, Бомбей. Теперь определены партнеры ключевые, уже с ними начинаем работать. В связи с введением новых железнодорожных линий, а как вы знаете, за время независимого Казахстана, мы построили больше железных дорог, чем все страны бывшего Советского Союза, включая Российскую Федерацию. Помимо этого мы предлагаем разные логистические продукты. Впервые внедрена схема Rail Air, так называемая транспортировка, железнодорожным транспортом, под таможенным сопровождением напрямую в аэропорт, а далее уже авиатранспортом в едином таможенном режиме отправляется самолет в Европу. Уже пилотные проекты пошли, уже определенные объемы нарабатываются. Здесь главное то, что мы впервые отработали схему по снятию нефизических барьеров, это с таможней, и соединили две такие вещи, которые до этого не соединялись, это железнодорожная накладная и Airway Bill. То есть, по сути, железную дорогу мы соединили с авиатранспортом, как продукт. Помимо этого мы предлагаем сейчас, инвестировали в покупку рефрижератных контейнеров, это контейнеры со специальным климатическим контролем, которые позволили нам переориентировать грузопоток, который традиционно уходил морем из Китая в Европу, это в зимнее время. Порядка 4-5 месяцев мы вернули эти поезда, в частности, из Чуньсиня в Дуисбург. Перевозится компьютерная техника, в основном продукции Хьюлитт Паккарт. И вот путем принятия таких решений по снятию физических, нефизических барьеров, мы уже знаем то, что наша инфраструктура способна обеспечить потенциальные объемы, которые пойдут из КНР в Европу, из стран Азиатского, Тихоокеанского региона и обратно, что немаловажно для наших клиентов, для того, чтобы мы могли оптимизированно использовать как и контейнерный парк, так и парк вагонов. Вот это вкратце наши проекты, которые мы осуществляем. Объемы уже перспективные есть, спрогнозированы. И буду рад ответить на ваши вопросы. Я благодарю вас, Нажал Бахатыч, уважаемые коллеги, если есть желающие задать вопросы нашим гостям, пожалуйста, поднимайте руки. И, пожалуйста, первый вопрос. Представьтесь, какое СМИ вы представляете? Здравствуйте. Агентство «Аргус». У меня вопрос к Санжару Бахатовичу по поводу отгрузок в направлении Ирана до Мендирабаса и Амирабада, в принципе, до иранских портов по железке. А какие объемы уже до конца года вы можете спрогнозировать? И какое вообще сырье пойдет? Потенциал там есть порядка 2-3 миллионов тонн консолидации именно в этих портах. Это с выходом, с учетом выхода на Индию также. Сейчас, как вы знаете, закончен железнодорожный переход между Казахстаном, Туркменистаном и Ираном. Сейчас активно прорабатываются вопросы загрузки этого перехода объемами. Есть какие-то гарантии объема? То есть вы можете назвать, руда пойдет, зерно пойдет, или какие-то примерно объемы, какие гарантированы уже до конца года? Зерно пойдет обязательно. Будет зависеть от урожая. Объемы неизвестны, да? И по руде тоже. По руде определенный объем будет. Сейчас, как вы знаете, есть ценовой определенный спад на востребованность ЖРС, руды. Соответственно, мы все эти действия контролируем, корректируем и обязательно будем загружать объемами на страны Ирана, Персидского залива и Индии. Немаловажную роль, конечно, является ослабление определенных санкций в отношении Ирана. Тогда картина совершенно по-другому будет коррелироваться. Спасибо. Ордком, пожалуйста. Добрый день. В своем выступлении вы говорили о расширении внешней терминальной сети. Какие ожидания у вашей компании от этого расширения, от присутствия компании на зарубежных терминалах, портах? Вот просто пример. Когда мы строили совместный терминал с портом города Леонюньгань, уже за короткий срок этот терминал переработал 65 тысяч контейнеров 20-футового эквивалента, порядка 130 тысяч грузов насыпных. С введением железной дороги мы запустили поезд Леонюньгань-Алмата, Леонюньгань-Ташкент, и ожидаем то, что со второй половины этого года с нашего терминала будет отправляться 5 контейнерных поездов в неделю по этим направлениям. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...